МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баз святая служба информации телераду компании Гомелюстуды и працуе Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Головная ёлка в области. Новогодняя свята собрала в Гомельским цирку амаль полторы тысячи детей. Каштовный подарунок напереды дни Нового года. Удар музея Гомельского палацево-паркового ансамбля передали артефакты часок князя Упаскевича. Вынники о доходе шагода подвели депутаты облсовета. На парадку дня так само проект бюджета и прогноз социально-экономичного развития. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Коля полутора тысяч детей из усяго региона собрала в Гомеле областная новогодняя ёлка. Дед Мороз со знягуркой сустракали шаноны гостей на арене цирку. У расистости стали самой масштабной святожной падеей в рамках доброшины акции «Наши дети» в регионе. Але гэта далёка не финал. Марафон добрыни, клопоты и уваги протягнется до 10-го студеня. Евгений Кухаронак с подробязностями. Билеты на гэтае представление немагчыма набыть у кассе. Сюды трапляюць по специальных запрашэнях. По традиции свята проводзець для школьников, выдатников в учебы, пераможцов олимпиад, спортивных споборництву и творчых конкурсов. 10 самых адорных хлопчиков и девчонок отрымовываць подарунки в аурочистых абставинах. Прама на арене цирка зруб керунека региона. Мы гордимся своими детьми и выражаем слова благодарности нашим детям, нашим педагогам и нашим родителям, которые воспитывают детей и дают возможность получать хорошие результаты. Потому что система образования является одной из лучших республик Беларусь. Поэтому пожелаем им успехов, чтобы всегда так они были эмоционально развитые, чтобы они всегда поддерживали своих учителей, поддерживали своих родителей своими успешными оценками и знаниями. У левшие десятцы – дети с самых разных кутков Гомельской области. У Скарбонцу с нагарод кожного з них – дипломы и медали высшейшей пробы у олимпиадным руху, в спорте, творчосте, а так само в волонтерстве. Они активны и ведут за собой одногодков, навэтметы ставят, без приклада и в будущем. Пытаюсь хорошо учиться, получать хорошие отметки, чтобы потом в дальнейшем быть лучше и чтобы я дал урок всем другим детям, чтобы они хорошо учились. Я хочу пожелать всем успеха, чтобы они хорошо учились и занимались спортом. Удачи, чтобы у них все получалось, чтобы они добивались своих целей, то, чего они хотели, и чтобы они хорошо учились и получали только десятки. На областное доброчинное свято запрошены так само выхованцы школ-интернатов, дети с обмежеванными физичными махчимостями, с малозабеспеченных семья, а так само шмадетных. Одна из них находится под особистым патронажем старшины Гомельска Габыл-Выконкама. У семьи мужковец мать у одиночку выховывает четверых детей. З усими ими Геннадь Соловей сустрелся под часу расчистости, урочил солодкие подарунки и пожадал здяснения мару в новом 2020 году. Евгений Кухаронак, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельско-областное громадское объединение «Союз следствий» третий год за пар ладзит семейное новогоднее мероприемство. На свято запрашаются дети супрацовников УСК нашего региона, конечно, разом с батьками, как весело и главное разом провести вольный час. По традиции места с встречи Гомельский областный драматичный театр. Улику гостей наши корреспонденты. У Гомель из УСК региона приехали свыше 300 детей разом со своими батьками. У каждой семьи, как минимум, один из дорослых працует у подразделения Управления следствия комитета по Гомельской области. В силу особливости профессии организовать семейный отпочинок удается не так часто, как того хотелось бы. И вот в перед новогодние дни ладится такое святочное мероприемство. Соправдный подарунок и не только для детей. Это возможность создать праздничную атмосферу, поздравить детей. И, конечно же, вторая идея – это дать возможность родителям почувствовать себя родителями. Потому что, к сожалению, в силу специфики нашей службы не всегда мы можем уделять достаточное внимание нашим детям. Поэтому это еще очередная возможность побыть вместе с детьми, почувствовать себя родителями и получить заряд хорошего настроения. Настрой Нина Жарту изняла музычная программа с Дедом Морозом и Снегуркой, организованная под высокой елкой драмтеатра. Танцы, спевы, отгадывание загадок и гучное вымовление заповедных слов. Новогодняя каска. Инакше не скажешь. До речи, галунные герои свята запросили гостей протягнуть мероприемство в глядацкой зале за проглядом неверогодной каски. Я по выходным люблю играть с папой. За сверкай огнями, елка нас на праздник позови. Все желания исполни, все мечты осуществи. Артысты драматичного театра подарили соправдную осолоду глядачам и дорослым, и маленьким. Дети не могли утрыматься на месте от музычных композиций, чем забавляли своих родных. На проконце представления юных гостей мероприемства шакал еще один сюрприз – солодкие подарунки. Евгения Кухаронак, Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадио «Компания «Угомель». Выники деятельности в минулом году подведены на сессии областного совета депутатов. Кроме того, вызначены прогноз социально-экономичного развития региона и удокладненный бюджет на 2020 год. Вся год на парадку дня 30 питаний. Дмитрий Котов протягнет. 2019-й для областного совета депутатов отримался насыщенным. Проведено 7 сессий, на яких принято 58 решений. Кожная у той-тей-иншей ступени закранае один знакерунков социально-экономичного развития региона. Протягнули свою деятельность постоянные комиссии, які у основным разглядали пытание выполнения 16 региональных комплексов мероприемств по реализации на Гомельшине дяж-программ. Сиротых – малое и среднее предпринимательство, адукация, молодежная политика, развитие транспортного комплекса, культура Беларуси. Тесное взаимодействие с выконавчей уладой дозволило заработать запланованное и зараз необходимо будовать планы на будущее. Так прогноз по ВРП на наступный год – 103,7%. Продукционность працы – 103,5%, экспорт товаров – 105%. У 2020-м, до речи, з'явятся три новые показчики социально-экономичного развития. Это энергосбережения, увод и эксплуатацию огульной площадки жилых домов, и колькость шмодетных семей, для яких плануется будовниство жилья. Так само на сессии шла размова и про бюджет в области. За основу принят важный сценарий условий экономического развития. Он предполагает в 2020-м году рост БВП на 101,9%, индекс потребительских цен, инфляцию – 105%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США 2,24,47%, ставку рефинансирования – 9,5%. В 2020-м году бюджет области прогнозируется получить 1,877,000,000 рублей собственных доходов. По сравнению с утвержденным на 2019 год планом, прогнозируемые в 2020 году доходы увеличатся на 4,6%. Размова на сессии и про спортивные досягнения у приватности при суждении стипендий для тех, кто доброе проявил себе. Их отримает 149 человек. С каждым годом эта цифра растет. Соответственно, мы можем говорить, что у нас и спорт, и успехи в спорте растут. Я думаю, что спортивный резерв, подготовка спортивного резерва в нашей области движется в правильном направлении. Об этом даже можно провести параллель с европейскими играми. Если в 2015 году в Баку спортсменной области было завоевано 6 медалей, 3 золотых и 3 бронзовых, то уже на прошедших в Минске в 2019 году – 19. У сего наше 13-й сессии Гомельского областного совета 28-го скликания было разгледжено 30 пытанев. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Каштонный подарунок на передненового года. Удар музея Гомельского палацево-паркового ансамбля передали артефакты шасов князя Упаскевича. Был и керавник установы, а зараз директор Белорусского культурного центра духовного одражения Александр Гостев, привез у Гомель копию документа, подписанного Миколаем I, который подтверждает присвоение Федору Ивановичу Паскевичу звания полковника. И он дослужился до генерала российского войска, жил в Гомельском майонке и в 1880 году отримал звание гонорового гражданина Гомеля. А кроме этого музея передали другие документы, например, переписку Паскевича с российскими императорами, что позволит больше досконало выучить лес знакомитой семьи и делать науковые выноходницы. Хотелось бы отметить, что мы много знаем о фельдмаршале Иване Паскевиче, но о Федоре мало известно. И вот эти факты, как его награждали, какие у него звания были. Он тоже до генерала дослужился и потом уже занялся мирной жизнью, развивал хозяйство на территории Гомеля и области, очень много сделал. Мы обязаны ему, что Гомель сейчас такой город прекрасный. Все документы выявлены в Национальном историческом архиве при преподавательстве музея укрептия храма-помника «Угонор усих святых» в Минске. Установа створится до 75-ти годов Великой Перамоги. На сустречу Гомель так само приехал был и керавник Гомельской области Александр Якобсон. За 10 лет на посаде старшиня был в оконкам, и он многое зарабил для захования историко-культурной спадшины. Минавито под его керавництвом проходила масштабная реконструкция Паласа Румянцевых и Паскевичев. Все лето галонной культурной славутости Гомельшины исполнилось 100 годов. Тому раритеты стали цудовным подарунком до юбилею. Идет час и изъявляется довер. Жахары региона по крыху привыкаются до таких новых для Беларуси понятий, как у Раша, огульной практики и помощник у Раша. Обтым, як таким специалистам эффективно працовать в команде, разважали паша семинару, який прошел у Гомельской городской поликлинице номер один. Это уже третья подобная встреча на базе медустановы. Нагадаем, урач огульной практики може не отправлять пациентов до узких специалистов, а самостоянно проводить многие медицинские процедуры и обследования. Так само ее нажитявляет диспансерный нагляд за хроничными хворами, ляшибно диагностичные, реабилитационные и профилактичные мероприемцы в большем объеме, чем это сдольный зарабить звычайный участковый терапевт. Например, урач огульной практики може частково выконвать функции окулиста ци от арынала-рынголога. Для этого все терапевты проходят перенавушения. Конечно же, основа – это командный принцип работы. То есть, конечно же, врач один не справится с большим количеством населения, которое проживает на участке. К помощи ему помощник врача, который также обладает определенными полномочиями в области консультирования, осмотра, пролонгирование лечения, выполнение определенных манипуляций. Естественно, медицинская сестра общей практики, которая является неотъемлемой частью работы на участке, в части приглашения пациентов, координирования потоков. Все это направлено на то, чтобы пациент получал максимально больше медицинской помощи в одно посещение, и можно было отслеживать какие-то проблемные вопросы, которые возникли с человеком, и пригласить его все время обследовать. В Гомеле прошел взлет юных журналистов. В его программе были и майстер-классы, и знакомство с работой профессиональных корреспондентов, и разговор с выкладчиками факультета журналистики БДУ. Подробности у Вероники Гамзюковой. 44 юнкоры приехали на взлет с всей Гомельщины. Это школьники, которые сотрудничают с районными друкованными выдациями. В программе мероприемства наведывание областной библиотеки, имя Ленина, кондитерской фабрики «Спартак» и «Института лесу». Юных журналистов познайомили из работы буйнейших медеяхолдинга у региона, телерадиокомпании «Гомель» и редакцией газеты «Гомельская правда». Чрезвычайно важно для молодого журналиста увидеть изнутри всю кухню телевидения и радио. Ведь те, кто выбирает путь журналиста, они, конечно же, должны видеть, каким образом это происходит. Потому что, если есть хорошая теоретическая подготовка, то было бы здорово, если бы она была подкреплена еще и практически частью. На Гомельском областном телебачене юным корреспондентам далі майстер-классы в опытные ведущие. Александр Лупиненко, ведущий ранешнего эфиру «Доброй ранницы Беларуси» программы «Добрый вечер. Гомель» рассказал, как переодолить страх перед камерой и працовать в кадры. Потом все ожидающие смогли поспробовать себе в этой роли. Александр Гавейко, автор и ведущий программы «Головная тема», познайомил гостей с форматом ток-шоу и преподавал юным корреспондентам самим подрихтовать сценарий программы. Впечатления незабываемые. Когда я стал застойкой ведущего, мир вокруг меня буквально изменился. И я стал понимать, что я попаду в квартиры миллионов. С эмоциями я смог справиться только после половины текста. Я стал чувствовать себя спокойно. Я никогда не была на подобном мероприятии. Для меня это в новинку. И я бы с удовольствием посетила такое мероприятие еще раз. Очень интересно наблюдать за процессом съемки, как это происходит. И, может быть, в своем дальнейшем будущем я бы выбрала даже такую профессию. Когда ты выходишь к стойке и знаешь, что через секунду тебя увидит вся страна, это ощущение, когда сердце колотится, а коленки чуть ли не подгибаются. Эти эмоции, я думаю, я запомню на всю жизнь. Мне безумно понравилось данное мероприятие. Было интересно понаблюдать за работой профессионалов. После майстер-класса школьники отправились у институт лесу, где с початку им показали науковые распроцовки. После знакомства с работой ученых началась последняя частка взлетов, разговоры с выкладчиками факультета журналистики БДУ. Они рассказали про сферу медиа в творчестве и массовой коммуникации, сучасные подходы подрухтовцы журналистов и реализации творческого потенциала. На конце встречи выкладчики подкреслили, что будут рады видеть всех юнкоров у леку своих студентов. Хочется пожелать молодым ребятам вот этой уверенности, что они идут своей дорогой. Понимаете, это очень важно. Определиться именно сейчас. Сейчас много сил, много возможностей, много амбиций, много целей. И вот сейчас, наверное, если они поймут, что это работа, их работа, то все у них в жизни сложится. Вообще было на самом деле очень приятно, потому что ребят очень много. Вот Гомельский регион, практически 50 человек. Вот и все мечтают стать журналистами. Вероника Гамзюкова, Валерий Хапанько, Василий Асипцов, телерадио-компания Гомель. Экология на пальцах. Молодежный проект под такой назвой проходит в Беларуси. На протягу месяца школьники нашей в области выучали разные направления экологичной деятельности и проводили практичные занятки у своих научальных установок. Подробностей в наступном репортаже. Ахова природы, экологичный лад життя, ровный навучая ровного. Три направления, которые выучают в рамках проекта «Экология на пальцах». Проект республиканский. Тренинги проходят у 12 городах краины. У нашей в области это Гомель, Рогачоу и Мазыр. Школьники учатся расповядать одногодкам об экологии, познавально и текаво, как клопот об новокольном осяродзе становился ладом життя. Специфика Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО – это то, что мы даем возможности. Возможности для разной молодежи, как сельской, так и возможности для молодежи из уязвимых категорий. Здесь мы просто объявили набор. Объявили набор на то, что будут проходить тренинги в рамках этого проекта. И желающие учреждения образования подобрали ребят, которые, на самом деле, обладают коммуникативными навыками, которые могут проводить вот эти тренинги для своих сверстников. У Гомеля занятки проходят на базе Центра молодежных инициатив «Преступки». На протягу четырех тыдня у школьники вывучали экологичные проблемы у приватности, сортованне и перепрацовки смеття. У конца каждой встречи яны выводили 10 правилов, яких может притремливаться любой подлеток. Гэтыми ведами яны делились со своими одногодками на тренингах у своих школах. Экология сейчас – это достаточно серьезный вопрос. Возьмем даже вот сегодняшний день, сегодня 21 декабря, но на улице нет снега и плюс 3 градуса. Это говорит о том, что уже идет нарушение климата из-за различных выбросов в атмосферу. Мы обсуждали, какие заводы более опасны для природы, как нужно себя вести, нельзя мусорить, нужно разделить мусор. Эти курсы полезны, поскольку они дают полезные знания, такие как беречь природу, иметь хоть малейшее понятие об экологии, хотя, конечно, здесь раскрывается тема больше, чем в школьном образовании. Неформальное образование может часто помочь в жизни. В конце концов, это лучше для всего же человечества, если каждый будет знать о нашей общей проблеме. На тренинге «Экология на пальцах» я научилась работать с детьми в первую очередь. Мне очень понравилось, это хороший опыт. Сам тренинг мне дал много знаний по экологии. Программой проекта продугледжены и такие этапы, как выклик самому себе. Каждый из удельников уставил себе задачу на тыдень и старался ее выконать. Например, не выкористовывать пластиковый пакет, сортовать сметки и проводить сбор макулатуры. Усё это для того, как стать мультипликатором. Что значит, школьники-мультипликаторы? Сначала тоже такая ассоциация с мультфильмом. Нет, на самом деле, мультипликаторы – это те люди, которые приходят и дают информацию, то есть они ничего не выдумывают из головы. Им информацию дали, а они пришли к школьникам, которую знают они сами. Основная частка проекта – тренинговая – уже завершилась. Напереде – выдача сертификатов и подведение выников. Если инициатива окажется поспеховой, наступный сезон заплануют на 2020 год. Вероника Гамзюкова, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько. Телерадио «Компания Гомель». У Гомеля начала працавать резиденция Деда Мороза. Загадать жадание можно до 7-го студеня на площади Ленина с 13 до 16-ти годин. В вечерний час с 17 до 21-й годины гамельчаны гостей города запрашают на концертно-забавляльную программу. В новогоднюю ночь святошный концерт пошнется 31-го снежня в 23-й годины и завершится 1-го студеня в 3-й годины. Новогодние колядные гуляни пройдут с 2-го по 6-й студеня с 17 до 21-й годины. На православное рожство Христова свято пошнется в 15-й годин, а 13-го студеня на 2-й Новый год гостей шагают с 16 до 21-й годин. Яркой живой поштокой стал новогодний кермаш с дедом мороза у Мазыры. Свято собрало удельников и гостей на плясовце каля Палаца культуры на автоперопроцовшего завода. Это давняя традиция ладить поборниц новогодних персонажей с домов культуры, центров творчества, школ мастатствов. 7 новогодних пар презентовались обе и сдавали казочный испыт. Головное пытание Даши Радеев Много у нас деток, много гостей и от тепла сердечек весь снежок ушел. Но сегодня мы наколдуем обязательно. Ночью пойдет снег. Обещаем. Песни, танцы, конкурсы, загадки. Тут было чем заняться и дорослым, и детям. Организаторы свято постарались остворить соправдный новогодний настрой. Зародить эмоциями, зародить на добрую встречу года с прыгожей симметричной личбой 2020. Меркующий повод как гостей, это удалось. Я уже свой подарок получила. Это мой интриговый замыкатор. Ну, настроение отличное. Хочу, чтобы все было хорошо. Все мечты мои сбывались. Я еще не написала Деду Морозу письмо. Отличное настроение. Все весело, задорно. Просто класс. Не глядяши на то, что это было с поборництва, тут нема проигравших. А голубый приз для Деда Морозов и Снягорок, новогодний настрой горожан и вера в суд. Мира вам, счастья, добра, позитива и суперского настроения в Новый год. С Новым годом! Эти инши новины можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tevargomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова